Подожди минутку, и я отвечу тебе. Ладно, ладно, дай мне сначала ответить на сообщение. Сейчас только проверю свой аккаунт в Инстаграме. Дорогая, подожди, пожалуйста. Хорошо, здесь остановимся. В точности, как в реальной жизни. Прямо дежавю. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Где-то 9 дней назад хакер взломал Инстаграм-аккаунт нашей церкви. Я надеюсь, большинство из вас даже этого не заметили. Только не нужно проверять прямо сейчас. К счастью, через 9 дней нам удалось вернуть наш аккаунт. Мы сильно испугались, потому что хакер даже не из нашей страны. Он из Турции. Он говорит на турецком. Он начал выставлять пошлые картинки на нашем Инстаграм-канале. Мы начали получать звонки и сообщения. «Пастор, что это вы там такое выставляете?» Я отвечал, «Это не мы». Мы начали оправдываться. «Да мы бы никогда этого не сделали». Он выставлял развратные фото, и мы не знали, что от него ждать в дальнейшем, ведь он может использовать полученную информацию. Мы были беспомощны, не знали, что делать. У нас в команде нет хакеров, которые бы могли взломать этого хакера, который хакнул наш аккаунт. Думаю, враг действует подобно хакеру. Дьявол — хакер. Он хочет взломать ваше сердце, взломать ваш мир и взломать ваш брак. Думаю, он действует именно так. Он использует внешние ситуации, чтобы взломать вас изнутри. Враг может менять внешние обстоятельства, но мы можем управлять тем, что у нас внутри. Хакер мог залезть в наш инстаграм-канал, но мы вправе сохранить мир в сердце. Хакер мог взломать наш аккаунт, но не смог забрать у нас мир и радость. Они принадлежат нам. Враг заберет их, только если мы сами отдадим ему. Дьявол может творить хаос в нашей жизни, раздражать нас, окружая вас критическими ситуациями, но от вас зависит, что у вас внутри. Ваша внутренняя атмосфера, ваш мир зависит полностью от вас. Я понял, что мой враг — это то, что терзает меня изнутри и что не защищено от проблем жизни. Если я стал уязвим и позволил тому, что внешнее проникло внутрь меня, Иисус сказал в Иоанна 14, «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущает сердце ваше и да не устрашается». Иисус говорит, «Мир, который даю я, лучше, чем тот мир, что дает мир». Кто-то из вас переживает серьезный кризис. Может, вы на грани развода, или у вас страшные неприятности на работе, или в семье, дома, с вашим ребенком, с вашей мамой или отцом. И вы пытаетесь понять, как вам иметь мир. Пойти сделать массаж спины, чтобы избавиться от узлов. Но что это даст, если в вашей голове все еще останутся узлы? Можно убрать узлы на спине, но что делать с теми узлами, которые внутри вас? Враг любит использовать внешние обстоятельства, чтобы забраться к вам в голову и вызвать стресс, конфликт, беспокойство, тревогу и панику по поводу того, что вовсе не подвластно вам. Сейчас в Соединенных Штатах выдается более 50 миллионов рецептов в год на три самых популярных успокоительных средства «Зенекс», «Эмбион» и «Лексапрод». По рецепту в секунду. Их выписывают против стресса, беспокойства и сонницы в стрессовых ситуациях. Люди не могут просто успокоиться и не переживать о том, что у них происходит. Как обрести мир? Иисус дает нам в подарок свой мир. Его мир лучше. Я не говорю, что вы должны не принимать лекарства. Я верю, что Бог использует лекарства, чтобы помогать людям. Но я уверяю вас, Иисус дает мир куда лучше. И этот мир помогает вашему сердцу и вашему разуму пройти любые, даже сложные обстоятельства. Если бы я не обрел мир, когда моя семья переживала ужаснейший период, я не стоял бы на этой сцене. Я хочу показать вам пять способов, как обрести Его мир. Первый способ — остановись и помолись. Нужно остановиться и начать молиться. Наш мир вечно куда-то бежит. Мы всегда куда-то летим и не останавливаемся на пути, не делаем паузу. Мы такие многофункциональные, даже в церкви. Кто-то из вас, пока я проповедую, отвечает на смс в телефоне и проверяет свой инстаграм. Вы все срочно начали искать хакера. Он в Турции. Вам сегодня его не найти. Кто-то читает новостную ленту, а кто-то проверяет спортивную сводку. И вы думаете, что везде все успеете, но, возможно, причина вашего стресса и вашей близорукости как раз в том, что вы не останавливаетесь, чтобы помолиться и чтобы реально всем сердцем побыть с Богом, побыть в Его присутствии. Четвертая глава, филиппийцам, шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда обо всем молитесь. Не тревожьтесь, не беспокойтесь о финансах, не беспокойтесь о ваших детях, но вместо этого молитесь о них, молитесь о ваших финансах, молитесь о вашей матери, о вашем отце, молитесь о девушке, о вашем парне, молитесь о вашем муже или жене, молитесь о своем бизнесе. Все, что вызывает внутри вас стресс, молитесь об этом. Расскажите Богу, в чем вы нуждаетесь, и благодарите Его за все, что Он совершил. Мне нравится, что здесь говорится. Расскажите Богу, в чем вы нуждаетесь. Мы часто рассказываем об этом людям, а не Богу. Мы пытаемся выдавить с человека то, что нам может дать только Бог. Мы слишком давим на близких и на самих себя. Нужно остановиться и открыть свои нужды Богу. Нужно сделать паузу, прежде чем сделать звонок или начать разговор, прежде чем послать сообщение или пойти купить пистолет. Остановись и помолись. Поверь, тебе не нужен пистолет. Бог не создал вас для постоянного стресса, чтобы вы были в гневе и, исполненные яростью, желали поквитаться с теми, кто причинил вам боль. Жить в таком стрессе означает прожить слишком короткую жизнь. Не для этого Бог дал нам жизнь. Поэтому вместо того, чтобы пребывать в стрессе, принесите это Богу. В 7 стихе сказано, «И вы испытываете мир Божий, который превыше всякого разумения». Его мир превосходит мое понимание. Я не получал все ответы на свои вопросы. Но у меня в сердце мир. Мне не нужны ответы. Мир не означает, что вы точно знаете, что, когда и почему произойдет. Мир — это когда ты в порядке. Хотя не зная, что произойдет, мы думаем, что мир получим, когда получим ответы на все наши вопросы. Но что, если у вас есть ответы, а неприятности все еще происходят? Мир — это когда ты знаешь, что порой что-то плохое случается и с добрыми людьми. Да, я этого не понимаю, но у меня есть Небесный Отец, и Он меня любит. Меня ждет вечная жизнь на небесах куда лучше, чем эта земная жизнь. Поэтому я выбираю жить с миром в сердце, вместо того, чтобы жить в постоянном стрессе и беспокойстве, пытаясь получить ответы на вопросы. Даже проходя трудности в жизни, скажите, «Все, расслабься, вернись к своему соседу и скажи, «Расслабься, успокойся, остановись и помолись». Второй способ — избавься от ненужного груза. Нас много что отвлекает в жизни, отнимает у нас время и силы, заставляет нас беспокоиться. Петра, глава 5, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Возложите на Него все ваши тревоги и беспокойства. Некоторые из вас взвалили на себя непосильный груз. Я никогда не забуду, как мы с Эшли первый раз попали в аэропорт с двумя нашими сыновьями, еще до рождения третьего. У нас был отдельный чемодан для Лиама, для Дэнни, для Эшли и для меня. У них были свои рюкзаки. У Эшли был рюкзак и сумка. Угадайте, кто тащил все четыре чемодана через весь аэропорт? Папочка. И вот я тащу за собой чемоданы. Лиам просится на руки. И к тому же мы купили самые дешевые билеты. То есть промежуток между рейсами — 20 минут. И нам нужно быстро бежать через другой терминал, чтобы успеть на посадку. Я помню, я бежал с этими чемоданами, и это был стресс для меня. В такие моменты мы приходим к решению. В следующий раз мы возьмем один чемодан на всех. Да, нам ни к чему целых четыре чемодана. Мы держимся за прошлые раны и обиды. Мы заимствуем обиды у других людей. Того человека огорчили в церкви победа. Я туда не пойду. А что мы сделали? Я не знаю. Но он вами недоволен. У нас есть шанс хотя бы извиниться. Иногда мы живем, представляя требования. И поэтому нам так трудно угодить. Я имею право злиться на людей. «Послушай, когда ты стал христианином, то гнев и обида с твоей стороны может отправить твою жизнь как верующего человека. Это тебя тормозит». Евреям, глава 12. «Посему свергнем с себя всякое ненужное бремя и грех». Иисус сказал, «Если ты просишь у Бога о чем-то, и при этом имеешь ненависть к брату или сестре, не думай, что Бог услышит тебя. Сначала примирись, прости или попроси прощения». Некоторым из нас явно не нравится такой подход. Мы говорим, «Нет, Бог услышит меня, даже несмотря на то, что я кого-то ненавижу. Бог все равно ответит на мою молитву. Откажитесь от подобных мыслей. Ваше непрощение держит вас в темнице, но ключ от камеры в ваших руках. Простите, и вы выйдете на свободу. Освободитесь от обиды. Отпустите ее раз и навсегда». Очень часто нас больше заботит, что мы медленно ответили на чей-то комментарий или сообщение. Мы боимся обидеть их, если не ответили сразу. И совсем забываем о членах нашей семьи, о тех, кто рядом. Забываем о муже или жене, а ведь они любят нас куда сильнее, чем те, кто комментирует наши фото. Мне нужна ваша помощь. Мне нужно человек 15. Кто может выйти сюда и стать за моей спиной и по бокам? Дайте им большие аплодисменты. Они не знают, что их ожидает. Но это того стоит. Да, скоро здесь начнется настоящий дурдом. Подойдите, пожалуйста, поближе ко мне. Мне нужно еще больше людей. Мне нужно человек 15. «Становитесь за мной». Да-да-да, выходите сюда. Окружите меня, пожалуйста. Кто-то может забраться на сцену. А теперь, внимание, церковь. Именно так это выглядит, когда в ваших руках телефон. У вас сотни контактов. Открыты все ваши приложения. И вот я на свидании с моей женой Эшли. Эшли, встань, пожалуйста, рядом. Рядом, пожалуйста. Итак, мы на свидании. Становись рядом со мной. Теперь, друзья, просто начинайте со мной общаться. Все, что вам нужно, это мое внимание. Секундочку, подожди, пожалуйста. Хорошо. Сейчас я отвечу. Мне нужно ответить на это сообщение. Это и есть реальность жизни. Где-то я это уже видела. И не во сне, а наяву. Вы можете сказать, «Пол, ты преувеличиваешь». Все не настолько ужасно. Мы не видим, как это выглядит со стороны. Но если у вас всегда открыты все приложения, если с нами может связаться кто угодно, даже когда мы в церкви, то именно это так и выглядит. Представьте, что вокруг меня минимум 30 человек. Даже когда я проповедую. Эшли, наше свидание окончено. Как-нибудь в другой раз. Просто ходите за мной повсюду. А теперь попытайтесь со мной заговорить. Отвлечь меня. Именно это происходит сейчас. С некоторыми из вас, когда вы в церкви. Вы сидите в зале, и все эти люди пытаются вас отвлечь. Им нужно ваше внимание. Вы слушаете проповедь, но вас отвлекают. И потом вы вдруг решили вырваться из этого круга. Что, если я выключу все хоть на секунду? Но не тут-то было. Все эти контакты и приложения преследуют меня. Они гонятся за мной. Нет. Хорошо, похлопайте. Хорошо. Нет, 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 нет. Нет, пожалуйста. Нет. Хорошо. Похлопайте этим чудесным людям. О, как мне нравятся наши служения на 11 утра. Вы крутые. Никогда не знаешь, что будет происходить в церкви. Просто мне нужно отдышаться. Я хочу вам кое-что показать. Если у вас есть смартфон, смотрите сюда. Это очень крутая вещь. Нажмите на кнопку сбока. Отключите. Кому-то из нас это просто необходимо. Отключайте телефон. Когда заходите в церковь. Или когда вы на свидании. Отключайте телефон, проводя время с семьей. Это очень часто. Нас больше заботит, чтобы мы немедленно ответили на чей-то комментарий или сообщение. Мы боимся обидеть их, если не ответили сразу. И совсем забываем о членах нашей семьи, о тех, кто рядом. Забываем о муже или жене. А ведь они нас любят куда сильнее, чем те, кто комментирует наши фото. Это подождет. Скажите, это подождет. Я хочу помочь и себе, и вам обрести мир. Это действительно может подождать. Я проповедую. И себе тоже. Порой мы не в состоянии отличить срочное от важного. Мы думаем, что важные вещи не так уж и срочные. А что-то срочное для нас становится крайне важным. Скажем, я на свидании с женой. Она стала есть свое блюдо. И я думаю, пока она жует, я как раз проверю. Может, кто-то мне что-то написал. Она ест. Поэтому в данный момент мы не разговариваем. Я знаю, это важно. Но это не срочно. Ведь сейчас она занята едой. У меня три сообщения. Но они не так уж и важны. Но мне кажется, что мне нужно срочно на них ответить. Никто не умрет. Никто не попадет в больницу. Или аварию. Меня просто спрашивают, чем будешь заниматься на этой неделе? О чем будешь проповедовать? Ты будешь на той евангелизации? И вот я начинаю им отвечать. Потом открываю Инстаграм, Твиттер, имейлы. И в эти 10 минут меня засосало, как в туннель. Я полностью игнорирую ту, кого люблю. Она рядом. Но я пропускаю эти моменты. Мы поступаем так же с Богом. У нас нет времени для уединения с Ним. И именно поэтому нет мира в сердце. Во время общения с Богом мы не выпускаем телефон из рук. Конечно, мы можем читать Библию и в нашем телефоне. Но лучше поставить ави-режим и закачать Библию, чтобы не нужен был интернет. А иначе начнут сыпаться сообщения. Они вас отвлекут. И Богу уже не протиснутся. Сотни сообщений. А Богу нет места в вашем дне. Он хочет помочь вам иметь мир в вашем доме. Возложите ваши заботы на Господа. И третий способ. Войди в Его присутствие. Войди в присутствие Бога. Оно доступно нам каждую секунду, каждого дня. Не нужно ждать воскресения, чтобы побыть в Божьем присутствии. И тебе не обязательно быть совершенным, чтобы войти в Его присутствие. Ты просто должен прийти к Нему с покаянным сердцем. Попроси Бога тебя очистить. Мне нравится евреям, глава 4, стих 16. «Посему, да приступаем с дерзновением престолу благодати». Скажите, с дерзновением. Стресс и беспокойство крадут вашу уверенность в Боге и дерзновение в отношениях с Ним. Крадут уверенность в будущем. Мы начинаем паниковать и беспокоиться. Мы беспокоимся, что кто-то узнает о чем-то, что мы делали в прошлом. Мы боимся, что что-то плохое произойдет в будущем. Что если это произойдет с нами? Послушайте, вчерашний день — история. Завтрашний — тайна. А сегодня — это подарок, который дает нам жизнь. Спасибо конг-фу панда за такую мудрость. Наслаждайтесь каждым моментом. Входите в Божье присутствие. Приходите к Его престолу благодати. Приходите с дерзновением и получите милость и благодать во время нужды. Как это сделать? Во-первых, нужно успокоиться. Порой в нашей жизни происходит столько всего. Сломалась стиральная машина. Собаки лают. У нас две собаки, и они постоянно лают. Дети плачут. Что-то происходит на работе. Люди что-то требуют от тебя, давят на тебя. И нужно остановиться, начать молиться, сбросить ненужные бремена и войти в Божье присутствие. Божье присутствие доступно для нас, но мы должны приходить к Нему с чистым сердцем. Давид говорит в 50-м псалме. Сердце чистое, сотвори во мне, «Боже, чтобы я мог входить в Твое присутствие, не отвергни меня от лица Твоего». Мы праведны не по нашим заслугам и делам, но благодаря тому, что сделал Иисус. Он умер на кресте за мои грехи, чтобы сделать меня праведным в Божьих глазах. Я не становлюсь праведным от того, что даю десятину и посещаю церковь, но я становлюсь праведным через веру Иисуса Христа в то, что Он умер за меня. Он делает меня святым и чистым. И когда я каюсь в грехах, Он прощает меня и делает меня праведным в Божьих глазах. Праведник смел, как лев. Праведность придает уверенности. Когда я знаю, что праведен перед Богом, я смело предстаю перед Богом и прошу Его порадовать. Господь, мне нужен мир. Моя семья проходит трудные времена. Мы обретаем Его мир, входя в Его присутствие. Его присутствие меняет наши сердца и разум. Четвёртый способ — создайте вокруг себя мирную атмосферу. Мы должны культивировать атмосферу мира. Культивация — садовнический термин. Мой тесть и тёща выращивают овощи на заднем дворе. Весной и летом они поливают, убирают сорняки, намеренно ухаживая за огородом каждый день для того, чтобы подготовить почву и плоды к сбору урожая, чтобы вырастить хорошие овощи и фрукты. Но знаете ли вы, что мир — это плод? В Галатам, глава 5, стих 22, сказано, «Плоды Духа — суть любовь, радость и мир». И если мир — это плод, а плоды нужно культивировать, чтобы собрать урожай, созревание плода требует времени и усилий. И точно так же вы должны культивировать атмосферу мира в вашем доме. Вы должны проводить время в Слове Божьем, молиться, исповедовать места Писания над вашим домом. Повесьте место Писания на стене в вашем доме, в вашей ванной. Остановитесь и познайте, что я — Бог. Исайя, глава 26, стих 3, твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Я имею ум, Христов. Пусть в вашей спальне будет атмосфера мира. Молитесь в вашей спальне. Исповедуйте, что это комната мира, чтоб там не возникали споры. Исповедуйте в вашей кухне, в столовой и гостиной. Мой дом, мой мир. Здесь не будет споров и конфликтов. Культивируйте атмосферу мира в вашем сердце и разуме. Пятый способ. Доверьте Богу Отцу. Доверяйте Ему себя. Итак, остановитесь и молитесь. Избавьтесь от ненужных бремен. Входите в Его присутствие. Культивируйте атмосферу мира. И доверьтесь Богу Отцу. Мир. Скажите «мир». Нам так нужен мир. Он чудный советник. Крепкий Бог. Может, вы переживали это на себе. Может, вы чувствовали, как вашу жизнь взломал враг души. Вмешался самый главный хакер, сатана. Разрушил все ваши планы и украл ваш мир. Но у меня есть для вас хорошая новость. Вы можете вернуть себе мир. Вы можете вернуть себе чувство спокойствия и умиротворения. Библия говорит о том, что Иисус даровал нам мир. Он наш князь мира. Тот мир, который Он дает, враг не сможет у нас забрать. Разве что, если мы сами отдадим это врагу. Может, сейчас вы в такой ситуации, когда вы отдали свой мир врагу обстоятельствам и проблемам. Проблемам с детьми, как родитель. Может, вы решили сами воспитать ребенка, и вы надеетесь, что однажды у вас будет полноценная семья. Видя, что другие вокруг нас вступают в брак, мы от подобных ситуаций теряем чувство довольства и мира. Но пора вернуть себе мир. Помолитесь сейчас вместе со мной, чтобы принять Божий мир, чтобы выбрать мир Божий. Просто скажите, «Господь, спасибо, что Ты учишь меня ходить в мире, что Ты даровал мне этот подарок, Твой мир, и я выбираю ходить в этом мире каждый день. Во имя Иисуса, аминь». Я молюсь, чтобы это послание коснулось вас, и чтобы вы применяли его в жизни. Каждый день Бог имеет для вас дар мира, что бы ни происходило. Примите принципы этой проповеди, и вы увидите, что сделает Бог. Если у вас нет своей поместной церкви, и вы живете в окрестностях Талсы, приходите к нам. Вы ощутите себя как дома. Всю информацию, адрес и время служений вы можете найти на нашем сайте. Иисус сказал, «На этом Евангелии я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус построил церковь, чтобы достигать погибающих, спасать израненных и исцелять сокрушенных. И Он призвал нас с вами присоединиться к Его миссии. Он снаряжает нас всех необходимым, чтобы мы приносили истинное послание. В Церкви Победы мы очень серьезно относимся к этой миссии. Мы верим, что Церковь является надеждой этого мира. И сейчас мы видим, что Бог открывает больше возможностей, чем когда-либо раньше. Но Бог имеет намного больше. Он желает спасти больше душ, освободить еще больше зависимых и исцелить больше больных. Больше различий получат примирение. Больше людей вступят на путь своего призвания. Больше браков сохранят верность. Больше детей будут служить Богу. Вместе мы можем достичь большего количества людей. Вместе мы увидим, как люди одерживают победу. Бог привел нас в прекрасное место. Но мы знаем, Он призывает нас расширяться и умножаться, улучшить процесс, отточить наши таланты, чтобы повлиять на большое количество людей. Мы строим Церковь, которая расширяет границы и позволяет Духу Святому вывести нас к успеху и выводить нас из зоны комфорта. Мы не перестаем расти, потому что не перестанем давать. Мы строим Церковь, в которой мы рады всем людям, вне зависимости от возраста, расы и прошлого. Это Церковь, в которой поклоняются с горячим сердцем, откликаются на трагедии, предоставляют духовную и физическую помощь. Эта Церковь присутствует в обществе. Она не строит стены, она созидает людей. Мы не перестанем возвеличивать имя Иисуса и будем расширяться в другие города, Штаты и страны. И мы будем делать это ради вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин